19 марта вся страна отмечает Всемирный день социальной работы. Этот многогранный труд охватывает различные категории и группы населения, чем обуславливается ее направленность. Основной же задачей социальной работы является обеспечение определенного уровня и качества жизни граждан через систему мер социальной поддержки и защиты. В Каспийске выполняют данную работу КЦСОН. Организации на протяжении многих лет помогают всем нуждающимся, оказывая необходимые услуги. Всего в центре функционирует 10 отделений. Из них 7 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 2 детских отделения, которые обслуживают как на дому, так и в полустационарных условиях. Из них 7 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 2 отделения социального обслуживания детей и семей с детьми, а также отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в полустационарной форме. В социальном центре обслуживают не только граждан преклонного возраста, а также инвалидов и детей с ОВЗ. Всем подопечным регулярно оказываются все необходимые для жизнедеятельности услуги. Им оказываются такие услуги, как массаж, физиотерапия, лечебная физкультура. С ними занимаются психологи, социальные педагоги, воспитатели. Они проводят детский досуг. В отделении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, например, то эти граждане пожилого возраста и инвалиды тоже посещают это отделение ежедневно. Отметим, что КССОН города Каспийска является одним из лучших в Дагестане, благодаря своему тщательному подходу и опытному коллективу, который работает в этой сфере более 15 лет. Кроме того, в конце прошлого года Центр стал обладателем первого места по профилактической работе с несовершеннолетними. Наши работники, наши, например, социальные работники, конечно, относятся к своим подопечным с такой теплотой, добротой. Многие, очень многие подопечные, когда некоторые приходили сюда, некоторые звонили в наш Центр, или когда мы посещали при проведении каких-то мероприятий или проверок, они очень тепло высказывались о наших социальных работниках. И многие говорили, что она мне как дочка, она мне как младшая сестра и так далее. И многим из них они не то, что там доверяют, а даже, скажем так, ключи доверяют от квартиры, чтобы они могли в любой момент посетить их, независимо от их состояния. Важно помнить о том, что социальная работа трудна, она требует от работников огромного терпения, выдержки и профессионализма. Ведь люди бывают разные со своим характером, настроением, состоянием, здоровье, а еще проблемами, которые нужно помочь им решить. В связи с этим работники КССОН строят график для посещения всех подопечных, в зависимости от их предпочтения. Мы уже как бы сами регулируем этот момент, чтобы в первую очередь, вот кто-то любит поспать там с утра, да, мы их как бы посещаем уже, ну, в соответствии с их нуждами, мы устанавливаем для себя рабочий график. Вот, чтобы успеть еще обойти всех, так как у нас посещение каждого нашего социального, ну, подопечного, получается, что мы должны каждому два или три раза в неделю всех обойти, успеть это все сделать, помочь. Сотрудники центра делятся, что для них работа – это не просто обязанность, которую нужно выполнять, а любимое и богоугодное дело. Подопечные для них являются второй семьей, с которой они разделяют множество ценных моментов. Вот, когда мы приходим к своим подопечным, такое ощущение бывает, как будто вот к какому-то близкому человеку, да, отношение как к близкому родственнику. Вот с таким нетерпением они ждут нашего прихода, вот, и чувство какое-то, вот, как будто ты на своем месте, что ты делаешь правильные, нужные, как бы людям оказываешь помощь, и этим удовлетворяешь свои какие-то потребности в реализации. Продолжение следует...